Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, как я записывала сториз, у нас пошел снег и такое, знаете, очень хорошее настроение было. И поэтому я хочу записать расклад сегодня, название которого вы видите, насколько погода влияет на вас и времена года. У меня, значит, здесь три мешочка, три позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте, хотите, разные колоды, короче говоря, здесь будут. Вот так тайм-коды есть. Значит, первая колода это будет эпическая таро. Сейчас я их вытащу. Они все такие нежные, колоды абсолютно. Вторая колода. Сейчас я заодно и помешаю. Прежде чем я начну, я хочу вас спросить кое-что. В разделе сообщества я написала последний пост про спонсорство. Но я не увидела ни одного лайка, ни одного комментария. Я не могу понять, это связано с тем, что этот пост не видно. Ну, то есть я не увидела никакой реакции. Напишите мне, пожалуйста, видно ли этот пост или нет. Почему? Потому что я, если честно, немножечко удивлена. Удивлена тем, что вроде бы, ну, для того, чтобы сделать спонсорство, меня просто попросили сделать. И я сделала, но я никакой реакции не увидела. И это для меня показалось немножко странным. Поэтому дайте мне, пожалуйста, обратную связь на этот счет. Значит, и есть, если вы нажмете под любым моим видео на кнопку спонсорства, вы увидите ролик, в котором я первично рассказываю, что это такое, что будет на каждом уровне. Вот, и потом вы сможете, если вам интересно, оплатить. Что касается оплаты, оплатой занимается YouTube. То есть я вообще никак не связана, как это все привязано, какая система, какие возможности оплаты. То есть все претензии будут, наверное, скорее всего, к YouTube. Но если вдруг что-то не будет получаться с оплатой, там, либо еще что-то, вы мне напишите, чтобы я тоже знала, имела в виду. Потому что это для меня новая опция. Я раньше пробовала сделать спонсорство, но, опять-таки, я не увидела никакого отклика. Вот. И посмотрим сейчас, если так же не будет отклика, я эту кнопку, ну, эту опцию уберу. Потому что, ну, я люблю, чтобы все работало. Если что-то не работает, значит, либо надо менять, либо удалять. Так, пока я с вами болтала, я заодно помешала немножечко колоды. Теперь вы можете определиться и по колодам. Да, это у вас было по мешочкам, по колодам. Первая – это эпическая Таро. Вторая колода – это Таро привидений, если я не ошибаюсь. И третья – Таро шаманов. Значит, первая – голубенький камешек, вторая – красненький камешек, и третья – зелененький. Эти две колоды я отодвигаю. Сегодня у меня захотелось где-то на разных колодах. Они все абсолютно нежные, женской такой энергетикой. Вот. Но и краски настроения нам про это и будет говорить. А я заодно вот посижу здесь так и посмотрю на снежок. Позиция номер один – голубенький камешек. Давайте смотреть, насколько на вас влияют времена года и погода. Сначала, наверное, посмотрим в общем погода, как влияет на вас. А потом, было уже несколько карт, на каждое время года по отдельности мы посмотрим. Значит, как влияет на вас погода. Двояко, двояко, двойко сфер. По-разному. Действительно, по настроению. Да, может быть и позитивно, может быть и негативно. Все, скорее всего, здесь связано с тем, что, какие дела вам нужно сделать, что у вас запланировано, что вам необходимо сделать. И здесь еще, знаете, как-то вот непредсказуемо. Здесь нельзя сказать, что, например, вот на вас позитивно влияет солнце, либо на вас позитивно влияет дождь, либо снег, либо еще что-то. Здесь все, давайте так скажу, по ситуации. Здесь даже не столь погода на вас влияет, а сколько ваше настроение. Настроение какой-то, знаете, вот игривости. Когда оно у вас присутствует, да, то любая погода, она вам в плюс. Если ваше настроение, здесь, скорее всего, не погода влияет на настроение, а настроение влияет каким-то образом на погоду, да. То есть хорошее настроение, значит, любая погода, она будет позитивная. Ну, вы был туз кубков, да, здесь вы очень эмоционально, не то чтобы зависимый, наверное, не хорошее слово эмоционально зависимый. А у вас есть эмоции. Это главный ваш, так скажем, не то чтобы инструмент по жизни, но они очень важны, они очень значимы для вас. Вот всевозможные вот эти вот переживания, волнения. Мне хочется сказать, что вот ваша жизнь, она окрашена какими-то эмоциями, какими-то состояниями. Как-то вот все вас наполняет. Поэтому любая погода здесь даже, скорее всего, не от погоды, зависит от красоты каким-то образом. То есть если вы видите красоту вовне, как отклик вашего внутреннего настроя, то вы как-то вот взбадриваетесь, что ли. Причем, знаете, красота, она может быть здесь опять-таки... Я не знаю, как это... Это вот ваше состояние. Я не могу понять, не могу нащупать, от чего оно зависит. Потому что иногда бывает так, что вот вы смотрите, да, дождь, лужи, где-то слякость, грязь. И вот для вас это может показаться красиво как-то. А когда наоборот, там, я не знаю, солнце, море и, казалось бы, отдых, вам может быть как-то, ну, скучно. Здесь я не могу понять, от чего вообще зависит ваше эмоциональное состояние. От вашего мировоззрения, карта Иерафанта выпала, от того, как вы на данный момент взаимодействуете с миром, да, как вы с ним общаетесь, ваше убеждение очень сильно влияет на ваш эмоциональный спектр. Именно убеждение, да, то, во что вы верите на данный момент. Вот опять двойка выпадает, да, то, насколько вы можете реализовывать какие-то свои идеи. Здесь, понимаете, вы очень много думаете, очень много размышляете и мало действуете. Поэтому, а это связано, знаете, с тем, с чем, потому что у вас очень большой спектр возможностей, и вы не можете как будто бы для себя определиться, в чем мне развиваться. Но акцент однозначно ваших эмоций, он идет на то, как вы на тот период смотрите вообще на жизнь. От каких-то ваших знаний зависит, каких-то понятий, то, во что вы верите. Поэтому влияет ли погода? Нет. Скорее всего, вы влияете на погоду. Давайте посмотрим, как на вас влияет вообще зима. Тройка кубков, ну, достаточно позитивно, да, я могу сказать, что тройка кубков – это про взаимодействие, это про веселье, какая-то легкость, праздник. Здесь вот как раз-таки зима дает вам эмоции, да, те, которые вам необходимы. А какие эмоции она вам дает? Сразу две карты вытащила. Ну, смотрите, с одной стороны, девятка кубков, да. Здесь, знаете, как получается, с одной стороны, вы себе говорите, что надо быть благодарным за все, за любую погоду, которая есть. Если вам слышатся шумы, это дети вышли на улицу поиграть в снежок. Для них это радость и огромная редкость. С одной стороны, здесь будет так, что вы ощущаете, знаете, вот какую-то благодарность, то есть, может быть, вы сами себе говорите, что любая погода, она хороша. Вот. Нет, даже не с другой стороны, но и с той же, потому что вы как будто понимаете, что у каждой погоды, у каждого времени года есть своя какая-то цель. Если вы больше философски подходите, к пониманию того, что здесь нет того, что зима, она вам нелюбима, просто потому что там холодно, либо еще что-то. Нет, здесь вы понимаете, что у каждого времени года своя роль. И вы просто благодарите, да. И при этом, знаете, здесь такое ощущение, что и это тоже пройдет, да. Вот. У меня, знаете, как идет, когда идет завершение зимы, вы как-то сожалеете в какой-то степени о том, что вот зима прошла. Не знаю почему. Может быть, какие-то праздники зимние для вас важны. Вот. А с другой стороны, когда сама зима, вот здесь как будто бы вот начало, оно вас радует, да. Может быть, когда снег ложится, и вот все свежо так. И завершение зимы, оно вас и радует, и с какой-то степени огорчает, что зима прошла. Не знаю почему. Вот здесь вот как-то так. Ну, в общем, ваше отношение к зиме такое достаточно позитивное, я могу сказать. Здесь как будто бы возможно, знаете, встретиться с друзьями как-то вот в уюте, комфорте, может быть, возле камина, посидеть возле огня, погреться. Здесь ощущение того, что зима, это для вас как будто бы семейное какое-то время года, когда можно собраться всем вместе. Здесь какое-то вот объединение идет, да, за чашкой кофе, либо чего-то такого горячего, там, чая, либо какие-то более крепких напитков. Здесь как будто бы идет вот объединение вокруг очага, да, вот есть какой-то уют, теплота, комфорт. Хорошо, давайте посмотрим, как на вас влияет весна. Весна здесь, знаете, интересный момент, приди и спаси меня, да, приди и спаси меня, с одной стороны, здесь как будто бы это сложный период для вас в жизни, вообще весна, да, казалось бы, что здесь с одной стороны есть какие-то надежды на начинание чего-то такого нового всегда, да, вот это вот внутреннее ощущение, что все цветет и начинание, но здесь присутствует какая-то доля такого, знаете, не то чтобы негатива, а вы знаете, надежды на, что весна, она будет какой-то вот позитивной, что-то новое, что-то хорошее, может быть, новое знакомство, может быть, новая любовь, не знаю, что-то такое новое, но получается так, что здесь какой-то вот идут у вас уроки на проработку, на проработку того, что, может быть, всплывают какие-то моменты, где вы видите людей недоброжелателей по отношению к вам, может быть, сменяются какие-то взгляды, то, что я считала позитивным, оно оказалось как-то вот не совсем хорошим, да, либо люди, которым я доверяла, они, может быть, меня как-то обманули, либо бывает так, что именно весной, здесь, понимаете, так интересно, я спрашиваю, как погода, да, либо время года на вас влияет, а мне показывают какие-то ситуации, ощущение того, что какие-то уроки у вас проходят именно весной, то есть весна, она для вас сложная в плане прохождения именно уроков, то есть, если зима это больше про ценности, какие-то, знаете, семейные, уюты, благодарность, что-то такое приятное, домашнее, то весна, она какая-то для вас немножко жесткая, то есть вы всегда надеетесь, что вот сейчас моя жизнь поменяется, сейчас все будет хорошо и всегда получаются какие-то вот уроки вы здесь проходите, с чем это связано, да, это с одной стороны связано с обновлением, такое ощущение, что вам дается какой-то шанс каждую весну на то, чтобы что-то оставить позади и что-то по-новому начать, поэтому уроки на начинание чего-то нового как раз-таки в ваших взглядах на жизнь, здесь страхи, страхами у вас весной вы можете прорабатывать как-то свои страхи, свое какое-то может быть узкое мышление на чем-то, то есть вам весной как будто показывают все эти сценарии, как можно изменить свою жизнь, я не знаю к лучшему, не к лучшему, но вот как можно будет изменить свою жизнь, вам показывают ваши суждения, которые в какой-то степени вас ограничивают, то есть с одной стороны вам показывают, где и в чем вы сами себя ограничиваете, находитесь в каком-то таком тупике, именно мыслительные ваши процессы, а с другой стороны сразу дают возможность на обнуление, да, причем, знаете, как будто бы весной вам ваши уроки связаны с тем, что вы здесь как-то с людьми связаны, да, что вы видите, хочется сказать, как многие хотят позариться на то, что очень дорого вам, и здесь как будто бы уроки вы проходите на ценность себя, именно весной как-то вот вы сталкиваетесь с этим, вам говорят, то, что ценно для тебя, важно делай, продолжай это, верь в это, здесь вот как-то с верой тоже, с уверенностью в себя, не обращай внимания, потому что такое ощущение, что вот как-то после зимней спечки, весной люди начинают вот как-то на вас обращать внимание, и начинают вам как-то там советовать, рекомендовать, вам говорят о том, что не все люди позитивно как-то настроены, знаете, здесь как будто бы за ваш счет хотят утвердиться, либо как-то весной вот именно не видят ваши способности, не знаю в чем, может быть, вы начинаете как-то более активничать, может быть, как бабочка, превращаетесь из гусеницы, возрождаетесь, и вот как-то люди сразу к вам тянутся, кто-то хочет вам почему-то помочь, но, знаете, здесь помощь такая интересная, она связана не с тем, чтобы вам как-то во благо, но есть такое ощущение, что этим людям нечем заняться в своей жизни, ну, у них жизнь скучная, и вот они как будто бы через вас, здесь не то, что они плохого желают, да, они вот как-то через помощь вам обретают свой смысл в жизни, ну, здесь очень много людей вокруг вас абсолютно разных, с разными точками зрения, да, но они все похожи лишь в одном, в том, чтобы как-то не знаю, вот эта вот помощь, она какая-то вот неправильная помощь, не то, чтобы они хотят причинить вам вред, но вот, знаете, есть у вас какое-то свое видение мира, и вот вам вот эти вот советчики, они начинают как-то говорить, как правильно надо, исходя из своей точки зрения, а у вас она своя, вот вам говорят, не растеряйте себя, вот весной какие-то у вас всегда такие уроки проходят, хорошо, давайте посмотрим летом, да, что у вас лето, насколько лето на вас влияет, а вот летом вам как раз и говорят о том, что надо отдыхать, да, летом, вот вас учат, лето для вас это отдых, отдых от работы, как-то больше находиться на природе, да, видеть какую-то красоту, здесь нужно уметь переключаться, отключаться от работы, здесь вот ощущение того, что весной у вас очень много работы бывает, и лето как раз кидано для того, чтобы вы умели, да, чтобы вы умели переключаться и шли в новое, знаете, вот летом вы как будто бы сеете, как буберанг, как буберанг, сеете какие-то свои зерна для того, чтобы они потом как буберангом, скорее всего, в другое время года, да, может, скорее всего, осенью, чтобы вы получили плоды, то есть вы идете как-то в новое, да, новое путешествие, новое передвижение, новое начинание, путешествие не только в физическом плане, да, но и в каких-то своих идеях. Здесь вам надо побольше отдыхать, да, здесь вам надо побольше отдыхать, набираться сил. набираться силы не обращает внимание на то что вам говорят другие люди да здесь вот не хватает какой-то знаете храбрости что ли смелости двигаться вот ваше движение если весной вас идут уроки то лето как будто бы вы становитесь более храбрыми более как-то вот увереннее себя чувствуете до для того чтобы двигаться дальше летом вы как-то прорабатываете свою внутреннюю силу с чем она связана с не в некой степени до сумели с умеренностью то есть если вы например это профессиональная сфера затрагивает почему-то летом вы понимаете на каких высотах вы летаете да как можно свои частоты скорректировать таким образом чтобы это не было высоко слишком и низко слишком то есть летом вам как будто бы нужно находить золотую середину между скорее всего отдыхом и работой да то есть немного работать и в то же время и не совсем лениться да потому что она может быть жарко и нету желание как-то вот что-то делать но именно летом у вас всегда открываются либо рождаются какие-то идеи да на на изо ну то есть вы как будто бы беременны а какими-то идеями какими-то действиями вот лето но вам дарит реализацию вот даже не столь реализацию хотя она тоже присутствует но какие-то очень интересные идеи а вообще по поводу вашей жизни не только профессиональной сфере вот она у вас почему-то рождается летом то есть летом здесь как будто бы такое знаете наслаждение удовольствие да вы как будто бы вкушаете жизнь на понимаете что вот летом жизнь хороша и жить хорошо вот это вот понимание к вам почему-то приходит летом вот что у нас еще осталось а осенью нас осталось осень как осень влияет на вас осенью вы идете в знание до осенью вы получаете какую-то информацию начинаете как-то развиваться может быть начинаете впервые за весь год практиковать то что такое ощущение что дайте вот как будто бы там я не знаю 9 месяцев в году вы занимаетесь больше теории и вот только три месяца вам дано на какую-то практику да то есть вы начинаете практиковать то что вы изучали здесь вам нужно обратить внимание на то что вот как-то может может быть после лета до разомлели и сложно себя собрать заново для того чтобы начать как-то действовать но действовать здесь вот прям необходимо почему потому что как будто бы пока вы и бездействуете это вы упускаете какие-то моменты то есть другие люди они двигаются вперед поэтому здесь вам нужно как-то себя расшевелить да и вот вторая четверка попадает здесь как будто бы вы теряете свои навыки до после лета скорее всего и вот пока входите в это русло можете но тяжело вам дается тяжело вам дается да здесь вы как будто бы больше акцент делаете на то что я бездействую я просто жду результатов того что скорее всего я летом как-то вот запланировали сделали подумали почему вы ждете ладно две карты две карты две карты два великих аркана здесь потому что вам нужно опять менять как-то свою точку зрения исходя из каких-то новых знаний исходя из каких-то новых новой информации вот осенью ближе вы ставите какие-то цели по своему дальнейшему движению куда я иду чем я хочу заниматься вот и осенью вас по башне происходит что-то такое внезапное какое-то вмешательство всегда какие-то ситуации происходят связанные с чем как-то с вашими эмоциями то есть как будто вы знаете ощущение того что осенью вы начинаете переживать по поводу своих денег да либо по поводу своего достатка либо с по поводу своей самодостаточности насколько у меня это есть насколько у меня это присутствует до каких высот я могу достичь то есть вот осенью вы как будто вы начинаете задумываться на этот счет здесь осенью у вас какие-то утраты идут а может быть ну летом потратились финансово тратитесь больше и вот осенью почему-то вы задумаетесь о деньгах либо о каких-то ценностях здесь может быть еще знаете через знание вы получаете какую-то информацию по поводу того тех уроков скорее всего что были у вас весной до чем у вас обучали здесь какая-то утрата через утрату чего-то ценного да вы это как будто бы понимаете ну начинаете ценить начинаете понимать себя лучше так где и в чем вы себя обманываете здесь все связано знанием и как раз таки с новыми убеждениями с новыми убеждениями с новыми взглядами на жизнь выпадает дьявол осенью почему-то для вас вот финансовый аспект здесь прослеживает он как-то вот актуален и именно понимание себя значимости себя как личности как профессионала здесь такие аспекты тоже всплывают то есть на эти ощущения того что я мало действую у вас именно осенью появляется такое что я ничего не достиг мне надо больше трудиться да потому что здесь как-то вот вопрос ожидания и бездействия он как-то всплывает на первые планы вы понимаете что либо мало я действую либо мало делаю либо не то делаю здесь вот как будто бы ценности значимость себя у вас всегда проявляется вот такая вот у меня была для вас первая позиция интересные моменты здесь получился по 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 колоде эпического таро ну карты так показали хорошо я по-другому немножко представляла себе но если так показали так показали позиция номер два красненький камешек давайте посмотрим насколько погода влияет на наших чувствительных эмпатов двоечек насколько погода влияет на вас а луна луна ну луна конечно же влияет да во первых погода влияет здесь не то что вы метеозависимые да а здесь вот погода влияет на ваше эмоциональное состояние на вашу психику каким образом императрица каким образом так здесь она знаете здесь как будто бы вот либо ваша женственность да как-то пробуждается либо ваша интуиция вот здесь какие-то женские энергии всплывают может быть погода влияет как-то на ваш гормональный фон может быть здесь погода является как-то знаете на пробуждение материнского как-то инстинкта тоже хочется сказать то есть вот как-то может быть больше вы становитесь как-то заботливыми что еще может быть здесь когда я уточню луну в каком контексте здесь влияние на вашу психику и у нас выпадает король жезлов король жезлов интересно как-то сейчас я ловлю здесь две какие-то разные энергии которые я не могу нащупать дна какая-то вот такая темная может быть здесь темное это связано как-то здесь не про страхи а здесь вот какие-то теневые аспекты как будто бы пробуждаются ночь вот почему-то мне идет ночь я не могу понять с чем это связано как погода может влиять на вас и у меня всплывает как-то ночь ночь и вот здесь как будто бы говорится о том что вам нужно набраться храбрости вам нужно как-то набраться смелости интересный момент конечно ничего не понимаю но почему здесь говорится именно про это здесь здесь знаете вот как будто бы погода я спрашиваю в общем погода а мне здесь показывают дожди каким-то образом да либо ночь либо ночное время года ведь дня либо вечер поздний такие вот сумерки какие-то и показывают что идет вот дождь и вот именно в момент дождя вы как-то начинаете заниматься погружением в себя но здесь вот не про погоду а здесь вот именно про время суток больше показывают какие-то вот темные темные либо ночь нет ближе скорее всего к вечеру сумерки и поздний такой вечер даже не совсем ночь а вот именно поздно-поздно вечером здесь как будто вы знаете идет какое-то вот ощущение того что вы делаете какой-то анализ своего прошлого либо пересмотр может быть делаете дня либо пересмотр как-то своей жизни то есть здесь какая-то внутренняя тишина здесь даже не про погоду а как-то вот время время дня вечерняя вы как-то активируетесь может быть вспоминаете о том что надо как-то о себе позаботиться больше либо вообще начинаете вечером больше как-то вот активничать да и заботиться о других может быть в семье больше внимания почему-то именно вечернее время я не могу понять хорошо еще раз прошу как погода влияет именно погода влияет на вас королева мечей может следовать погоду смотрите здесь как-то вот холодное время года да мы конечно же по временам годом посмотрим да но здесь вот как-то вот Boldное время года на вас влияет вот ветра как-то холод и холодно и ветрено и это вот как будто знаете не то чтобы ни нагнетает что-то такое негативное а именно в этот момент что-то внутри вас такое темное активируется хорошо а солнце тогда как на вас влияет солнечная погода солнечная погода по шкупков солнечная погода интересно какие-то эмоции у вас пробуждаются ну что это за эмоции ну солнце вас радует солнце вас радует солнце как-то позитивно позитивное могу сказать но знаете как вот интересно у меня чисто энергетически в поле здесь идет такая информация о том что да солнце хорошо ну как то вот вам ближе по душе что-то такое ветреное и холодное я бы сказала больше напоминающие позднюю осень когда вот дождь ветер листья какие-то кленовые опадают и может быть слякоть но это не зима нет это не вот скорее всего больше к осени поздно и позднее она вот как-то вот вот такая погода она на вас больше влияет чем солнце то есть здесь такое ощущение что а ну да солнцем все ясно да когда солнечно когда тепло это ясное дело что это хорошо а вот что-то такое важное и значимое именно в такую погоду холодную выходит ветреную именно почему ветреную не могу понять почему ветреную пятерка пиндакли знаете вот такое ощущение что как-то вот обостряется да я поняла здесь как будто вы знаете вот обострять бывает кризис у чувствительных эмоциональных людей весной и осенью а вот здесь мне показывает не весна здесь больше показывают осень на какой-то кризис которая наступает у вас о каком-то недостатке а каких-то может быть ограничениях вот именно в эту погоду вы как тут вы себя ощущаете здесь глубокие какие-то моменты вашей психики происходит рыцарь пиндакли что-то как-то связано с работой и медленно идут у вас перемены вот здесь какие-то разрушающие моменты у вас идут ваши психики здесь если я правильно поняла то из всей погоды на вас очень активно влияет дождь причем вы знаете такой моросит что такое холодное противное пронизающее и вот именно с холодным ветром не просто дождь это не теплый дождь не весенний не летний а именно такой холодный и вот он знаете как-то до до костей и слякоть что-то такое и вот это вот состояние как принято до в англии туманно как в питере что ли такая вот погода постоянно холодные до костей пронизывающие и вот она вызывает у вас какие-то такие моменты воспоминания может быть может быть какие-то кризисы то есть если вы почему-то не горит если у вас наступает кризис и эпилепсии если вас вы страдаете почему-то больше именно вот именно в такую погоду либо то что напоминает эту погоду и здесь как там какие-то вот воспоминания воспоминания и именно в этот момент вам как будто бы говорят нужно набраться храбрости смелости двигаться дальше потому что здесь как-то вот не то чтобы это вас подавляет а у вас очень много воспоминаний идет из прошлого вот в такое время года что это за воспоминания о каком-то может быть сотрудничестве о том что вы как-то вместе с кем-то что-то создавали вместе что-то страивались либо как-то вот профессиональная сфера вы начинаете задумываться о том как оттачивать какие-то свои качества что-то нужно делать внутри себя может быть ожидаете да именно в эти моменты вы вспоминаете что либо кто-то вам должен вернуть какие-то долги либо вернуть какие-то деньги либо то куда вы долгое время вкладывались но почему-то вы не получаете какой-то результат то здесь идет момент ожидания ожидания своих трудов как-то либо вспоминаете про семью такие семейные вопросы тоже может быть нет я говорю здесь как-то семьей связано с заботой либо с партностью причем семья не только та которая у вас если она у вас есть а еще может быть родительская такая здесь могут быть какие-то вот сценарии до родительские с детства тоже всплывать поэтому но вот из всех возможностей погоды почему-то вот именно вот это на вас как-то очень сильно влияет ну а к солнцу вы относитесь так достаточно хорошо позитивно до тепло меня наполняет эмоции я в хорошем таком ресурсном состоянии но знаете это как будто бы само собой разумеющийся да это вот такая вот фоновое фоновое настроение позитивное когда хочется танцевать когда хочется радоваться я может быть из свои какие-то желания реализовывать вот но вот именно вот в ту погоду которые я писала больше она больше на вас влияет в контексте опять-таки либо профессиональный либо семейный вот семьей здесь как-то больше может быть кто-то когда-то если либо дети начинают болеть в такой погоды вот вы о них начинаете заботиться либо если кто-то потерял своих детей здесь утрата детей да вот именно в этот момент вы почему-то больше вспоминаете на психику очень сильно давит вот здесь с этим связан хорошо давайте посмотрим как времена года на вас влияют начнем зимы как влияет на вас зима четверка мечей я умер я ничего не хочу делать да я отстранился я хочу побыть в себе собой нету желания что-то делать да вот какая-то передышка королева кубков знаете как там слезливость какая-то приходит такая ну вот слезы хочется плакать такое настроение немножко подавляющее не знаете еще хочется как-то что-то сделать для другого человека может быть как-то подстраивайтесь по других людей если активность себя не проявляете более такие знаете мягкие терпеливые больше мечтаете я бы сказала фантазируйте о том как вы будете ощущать себя свободными хочется какого-то вот полета тепла согреться то есть больше знать как буду вот планы на будущее как-то строите зимой как я представляете может быть какой-то свой отпуск вот именно солнце здесь вот солнце много проходит и свободы как-то полета легкости реализации своих мечтаний либо воспоминания да как я летом был в отпуске как хорошо время провели что там было как-то воспоминание прошлого либо например детство свое тоже вспоминаете как что было очень зимой нету активности больше активность фантазиях я бы так сказала как на вас влияет весна весна как на вас влияет весна но весной у вас как будто бы нету ресурсов и желание ну вот это продолжение до какой-то зимы вот когда нету ресурсов нету желания что-то делать раскачивайтесь очень долго на какие-то действия да на королеву жестов я бы сказала знаете вот первый где-то месяц полтора весны вы все равно пребываете в каком-то таком немножко подавленном состоянии я не хочу ничего делать да вот у меня руки опускаются я и говорю здесь вот какие-то из того чтобы вы чувствительные здесь какие-то вот обострения происходит который давит на психику гормональные здесь скорее всего независимо того мужчина или женщина здесь как-то вот на вас давит осень и весна здесь знаете как будто бы ничего не радует и вот это вот слякоть и когда это все растает чтобы можно было как-то двигаться дальше что-то делать присутствует какое-то какая-то неуверенность но это скорее всего связано с тем что вы как как будто бы вы не можете найти спокойствие своей душе и с одной стороны есть внутренняя борьба дастую хочу не хочу надо не надо как-то вот примириться не можете много вопросов у вас к самому себе как-то вот еще и достаточно жестко вы к себе относитесь ругаете себя да почему я ничего не делаю почему нету сил здесь психологически очень весна на вас сильно действует причем знаете вы как-то совладать собой не можете может быть какие-то вот апатические такие у состояния уныния вроде бы начинаешь что-то делать а потом на пол дела останавливаешь и ну потому что нету желания что ли нету нету ресурсов знаете грусть грусть накатывает грусть накатывает а вторая половина весны тогда а вторая половина весны выпала по крайней мере принимаете решение что нужно действовать да то есть я уже готова пойти во что-то новое вот но опять-таки как-то эмоционируете не можете принять решение сложно а может быть даже еще и какие-то идеи есть здесь конфликтность вы как будто бы себя начинаете заставлять делать что-то да но не очень-то хочется знаете вот как-то вот 50 на 50 если первая половина весны ну так достаточно грустная то вторая половина весны не вы вроде бы начинаете раскачиваться да но не совсем это у вас получается почему-то мне много слез почему здесь много слез то ли простуды у вас часто бывает знаете насморк вот это вот орви так завершение завершение чего рыцаря кубков ну да здесь смотрите здесь у вас какие-то выпадает здесь дьявол дам какие-то ложные вот проверки какие-то у вас здесь иду до поздней весной ближе к лету по поводу того вот как-то вашего состояние души с чем это связано все понятно здесь вам не хватает какой-то поддержки я поняла здесь вам не хватает поддержки здесь вам не хватает любви как-то вот взаимодействие знаете такое ощущение что вот поздней весной когда вы решаете что-то сделать для себя вот вам не хватает того чтобы люди вас как-то поддержали до чтобы как-то вас включили собой может быть звали давно приглашали куда-то то здесь как будто бы здесь не хватает поддержки здесь не хватает внимания здесь не хватает заботы и вот чтобы вам говорили какие-то теплые добрые слова здесь потому что очень сильно ну психика расшатана и не могу понять почему-то знаете могут быть какие-то вот эмоциональные перепады и как раз ки не хватает человека рядом который бы вас понял как-то поддержал чтобы он был таким же эмпатичным как и вы не то чтобы вы вместе там парк или рыдали нет чтобы он как-то знаете вот вас взял за руку и повел в лето либо повел каким-то новым делам здесь вам очень сложно совладать собой здесь как раз таки вот проверки у вас идут по поводу ваших связей и по поводу какой-то вот знаете силы что ли ну вам силы воли не хватает силы внутренней силы не хватает наполненности ресурсов не хватает поэтому вы как будто бы ищите здесь помощь и поддержку в других людях на то здесь вот очень ярко и прямо знаете резко ощущается нужда в партнерстве то есть если вы весной как-то вот то чувствуете себя одиноким человеком либо вас нету пары то очень ярко и резко вот прям чувствуете недостаток человека своей жизни который был с вами вот что-то разделил до единомышленник здесь не обязательно мужчина либо женщина а вот какой-то единомышленник здесь вам любви не хватает к себе вы чувство что вы как будто бы опустошены и вам нечего отдавать и надо наполнится вот наполнится то нечем здесь вы нуждаетесь помощи извне хорошо лето как лето на вас влияет 20 аркан 20 аркан лет у вас идет как будто бы завершение завершение каких-то циклов вода десятка мечей до после того как вы опустошены весной здесь это все идет к завершению и летом у вас идет исцеление обновления возрождения да здесь вам хочется летом как-то работать вас вот пробуждается вот это желание как-то работать шансы ну то есть очень очень прям такое знаете плодородное именно ли это у вас богатая на шансы богатая на возможности богатая на то чтобы как-то вот работать у вас появляется желание работать может быть работа над собой над отношениями вообще работа как таковая взаимодействие с людьми да здесь вот второй туз выпадает уже зла активничать вы начинаете летом активничать летом вот солнышко ваше пробудилась вот и вы начинаете активничать хорошо и осень как на вас влияет аркан звезды осенью вы начинаете как-то вот мечтать надеяться какие-то себе планы строите спрашиваю что за планы ну как вы можете что-то получить достичь какой-то своей цели которые вы ставите да но осень здесь переходит знаете здесь такой момент что где-то вы сталкиваетесь с какими-то трудностями сложностями вашей внутренней борьбы с чем у вас связана ваша внутренняя борьба с тем чтобы принимать как-то быть более решительным до становится вам сразу страшно страшно что что-то возможно вы не сделали что-то где-то упустили что-то где-то потратились где-то на что-то и как как бы начать все сначала здесь вы ощущение того что после летней работы какая-то вот конкуренция у вас появляется внутреннее ощущение конкуренции именно осенью и появляется желание что-то сделать что-то обновить но пойти в новое но вот это вот новое но как будто бы малость вас пугает чем она вас пугает что знаете надо оставлять позади как какой-то какой-то комфорт может быть удобство то что было для вас очень ценным значимым у вас привязанность идет вы привязываетесь к эмоциям к людям к состояниям на в данном случае привязывая вы привязаны королевы педакли либо какому-то комфорту которым я говорила либо к семье очень сильно вы привязаны и у вас вроде бы с одной стороны появляются какие-то мечты и надежды воодушевление вот я хочу вот это вот это а с другой стороны в новое надо идти абсолютно не привязанным ни к чему а у вас этого не получается вы чувствуете из какие-то свои ограничения до что не получается не получается где-то я привязан где-то я с чем-то в чем-то ограничен где-то у меня есть какие-то обязательства и знаете здесь сказать связано как-то с какими-то традициями да с какими-то устоями привычными с вашим мировоззрением то как вы смотрите на жизнь то есть какие-то обязательства до какая-то ноша вам трудно трудно идти в новое у вас почему-то осенью всегда появляется желание сменить обстановку сменить свое окружение людей с кем в друзей как-то именно осень то знаете одной стороны появляется желание я хочу что-то новое пойти да я хочу что-то какие-то идеи может быть рождаются на с другой стороны именно осенью вы как никогда ранее чувствуете вот эти вот ограничения что нет я не могу это не для меня у меня не то чтобы это страх по поводу того получится или нет а что-то вас внутри удерживает какие-то вот ваши ценности обещание может быть как будто бы чувство что вы кому-то чуть что-то должны и здесь знаете как будто бы вы хотите опять-таки лететь но вот вас держат за руки прикованы цепями и вот эти вот цепи это ваши привязанности я уже сказала так к чему ранее и вот здесь как будто знаете человек который мечтает о свободе но не получает эту свободу как вы знаете вот действительно как птичка в клетке которая хочет вылететь но не знаю может быть удерживает в этой клетке либо в этом гнезде и и птенцы и она не может их оставить улететь вот здесь какое-то такое ощущение интересное сегодня интересный какой-то расклад такая была вторая позиция пишите свои комментарии вот опять-таки знаете такое чувство что я хочу что-то одно сказать в другом формате делать расклад а у меня как будто бы получается как-то по-другому ну то есть сами карты говорят так как они хотят так и последняя позиция номер три зелененький камешек зелененький нет вот сюда зелененькие камешек посмотрим троечки как на вас влияет погода прям аркан силы сразу выскочил это в погоде ваша сила до взаимодействие с природой снег валит я прям балдея редкость редкость для нас как как на вас влияет погода троечки как на вас влияет туз жезлов тоже зла знаете конфликт на как-то погода на вас влияет с одной стороны конфликт на а с другой стороны дайте появляется очень много активности очень много движения да вы как будто бы сжигаете все на здесь как пожар пожар вот мне идет пожар все на своем пути как на вас влияет погода она вытаскивает вас из какого-то устоя устаканившегося состояния то за что вы как-то держитесь вы как-то знаете бывает так долгое время что-то не решаю сделать а потом вот как-то я не знаю то ли погода солнечная то ли вот мне здесь лето идет почему тогда может быть когда летом очень сильно жарко утром вот вот такая знаете вот прохладная роса и тело отдыхает от высоких температур вот и на такое расслабленное вот именно в этот момент где-то вот на заре у вас появляется желание как что-то сделать то здесь какая-то особенно если это прохладная погода не холодно это не зимнее время и почему-то летом я здесь показываю вот летом когда есть какая-то прохлада утренняя именно утренняя ощущение того что именно вот такая погода она влияет на на ваши движения у вас появляется желание что-то сделать на что-то как-то начать активничать есть ощущение того что вам нравится за всех не могу сказать но вот большее число количество людей до утром именно просыпаться на заре вот где-то когда мир побуждается где-то в часиков пять-шесть утра то есть даже выходные у вас есть желание проснуться проснуться знаете вот именно утро для вас ну какое-то вот особое на во первых с одной стороны тишина здесь я слышу птицы поэтому почему-то мне летнее время показывает вот либо когда очень тепло и у вас такое знаете вот желание начать делать да дела может быть кто-то завтрак приготавливает причем найти такой плотный вкусный то есть вот какая-то активность именно с утра до даже кто-то может быть медитирует по утрам гимнастикой занимается вот что-то такое мне идет именно утренние с росой с росой особенно если вы живете где-то в деревне вот знаете вот это вот утро когда просыпаешься начинаешь ухаживать за животными либо как-то вот собирается по утрам на кто-то может быть грибы собирает утреннее почему-то время мне идет желание знаете вы как-то взаимодействовать с миром вы действительно пробуждаетесь вот с петухами хочется сказать вопрос был про погоду не спрашивайте почему мне это идет потому что сегодня такой расклад я одно спрашиваю мне показывает совсем другое поле дает другую информацию еще как погода влияет именно погода влияет на вас аркан выбора да здесь вы с чем-то связаны с чем именно вы связаны десятка пендаклей вот здесь какая-то связь у вас присутствует с природой понимаете с миром здесь ощущение того мы конечно посмотрим по временам года но лето это ваше время года здесь вот прям стоять и вот полет активность движение да какой-то вот сила в теле преобладает прям знаете какая-то вот уверенность спортивное какое-то такое тело сильное прям атлетическое не накачанное а вот именно такое знаете калестетическое сильное тело идет вы чувствуете силу в теле и вот ваше тело да как будто бы очень тонко чувствует но реагирует именно на лето знаете вот желание такое вот плавать заниматься спортом активничать бегать причем именно летом здесь даже не про погоду а вот про время года почему-то мне показываю как погода хорошо погода именно погода покажите как погода влияет ну аркан мира да как погода влияет здесь не погода влияет здесь не продолжает показывать что на вас влияет мир на вас влияет пространство физический план на вас влияет не погода влияет на вас здесь идет взаимодействие мира и вашего физического тела хорошо какая здесь связь между этим. Аркан справедливости. Получается то, что вы даете. То, что сеяли. Здесь какая-то гармонизация идет между миром и вашим телом. Я не знаю, какая связь с телом. Почему именно тело? Какая связь с телом? Смеркой костей. Здесь, знаете, такое ощущение, что вы как будто бы умеете взаимодействовать с пространством под какая-то связь, знаете, мысли и тела. Здесь не то, что вы как-то воображение идет, что-то придумали, представили, вы это реализовали. Нет. А здесь как-то через тело, как будто бы ваше тело является каким-то термометром, да, либо барометром на погоду. Вот вы как-то телом чувствуете. Ну, ясное дело, что если люди более взрослого поколения, да, то как-то может быть перемены погоды, там, кости болят, да, либо как-то... А вот здесь мне почему-то показывают более молодое поколение, да, где-то вот в возрасте от тридцати до сорока пяти люди как-то вот реагируют телом на природу, на то, что вы хотите. Здесь такое ощущение, вы знаете, вашим мыслям какая-то, знаете, какая-то... Стараюсь объяснить, блин, иногда злюсь на себя, на свое косноязычие, потому что ты эти состояния ощущаешь, но их аналогов в жизни как-то вот надо еще и найти пример такой, чтобы вам это объяснить. Здесь вы как будто бы это что-то хотите, и вот ваше тело мне показывают, оно вас ведет, знаете, как в мультике есть в диснеевских плута, собака, да, плута, и где-то запах сосиски, да, и вот он идет на запах, да, то есть запах, и он куда-то его зовет. Вот здесь вот как-то так, то, что вы хотите, видите, вы через свое тело получаете, то есть вам тело подсказывает, например, ну, я не знаю, надо встать и пойти это сделать, либо, а сейчас надо заняться как-то спортом, да, а сейчас надо куда-то сходить. Вот здесь такое ощущение, что есть люди, которые считывают знаки, ну, чисто интеллектуально, ментально, а у вас это идет через тело, то есть там, я не знаю, поясница заболела, о, надо подумать о финансах, там, верхняя часть спины заболела, как вот психосоматика срабатывает, значит, надо поработать как-то над своими эмоциями. Здесь не про эмоции, а здесь как-то вот про финансы больше связано, да, то есть ваше тело подсказывает, где вам найти деньги, я не знаю, это удивительно, я не могу вам это объяснить, не спрашивайте меня, как и что, но вот, вы знаете, меня показывают, как будто бы ваши деньги лежат в отдельных частях вашего тела. И вот вы четко понимаете, что если здесь что-то есть, там, зуд, как-то что-то почесалось, щекотно, значит, там, ну, элементарно, левая рука почесалась, деньги буду получать. Вот здесь какое-то такое взаимодействие с миром через тело. Хорошо, здесь не про погоду, здесь про тело. Погода на вас, она не влияет, здесь на вас влияет мир. Ощущение того, что вы четко понимаете, что ваше тело, вы являетесь часть мира, да, то есть есть связь. Это, знаете, как химические элементы, которые смотришь под микроскопом, ты понимаешь, что там у этого химического элемента такая решетка, да, из атомов, и вот они все колеблятся. И вот ваше тело, оно как будто бы вот эти вот все колебания в мире, оно улавливает, и вы это понимаете и ощущаете. Здесь кинестетика у меня проходит. Знаете, вот как будто бы в тело вы ощущаете изменения, особенно если, допустим, вы работаете в финансовой сфере, какие-то брокеры, да, к примеру, вы четко понимаете, что сейчас надо инвестировать, а сейчас надо это. И вы в тело, как будто бы какие-то вот вибрации, вы их считываете. Ладно, не буду больше говорить, я надеюсь, вы меня поняли, но здесь очень интересная такая информация идет, как будто бы мир звучит. Здесь не мелодия, здесь именно вибрации, какие-то волнения, диапазоны мне идут, вот, волнообразные такие. И, ну вот, к примеру, вы идете по улице, и что-то вам фонит, что не нужно, например, проходить по этой аллее, где есть вот это дерево, а нужно пройти по аллее, где вот это дерево. Почему? Потому что вот здесь какая-то более эффективность, что ли, пройдете рядом, и вас заберут, как будто бы какие-то негативные ваши мысли, а это, оно как будто бы дерево, оно какое-то токсичное, да, вам не надо. Вот здесь какое-то такое взаимодействие на уровне вибраций. Хорошо, давайте посмотрим, сколько у меня там времени? Вроде есть. Да, как на вас влияет лето? Почему именно лето? Ну ладно, пусть будет лето, хотя зима. Лето, десятка кристаллов вас наполняет, да, здесь вы получаете по максимуму опыт, который вам необходимо передавать другим людям. Здесь идет забота, здесь идет вот, вы знаете, любовь, внимание. Лето вы получаете какой-то эмоциональный опыт, либо вообще погружаетесь во что-то очень глубоко, но при этом вам приносят удовольствие. Летом вы любите как-то мечтать, фантазировать, и, ну вот здесь вот путешествия идут, здесь в прямом смысле идут, не в фантазиях, а в прямом смысле, да, вот какие-то, не знаю, кто-то на море может ездить, а кто-то, может быть, активно начинает заниматься. Здесь люди занимаются дайвингом сто процентов, по крайней мере, вам это нравится, там, я не знаю, либо вот как-то нырять, да, то есть если не погружение, то просто нырять, вот вам нравится, вам нравится. Здесь все, что связано с плаванием, не только потому, что это лето, да, здесь может быть что угодно, здесь могут быть, я не знаю, занятия байдаркой, это там, каной, каяк, не знаю, вот что-то с речкой и с лодкой, да, может быть, у кого-то есть, ну, парусники, да, занимаются парусным спортом. Здесь не только плавание, причем здесь плавания как такового нету, здесь вот именно желание как-то вот нырять, да, если куда-то ездите за границу, то обязательно погружение с аквалангом, вот дно морское, да, исследовать как-то вот эти вот кораллы, рыбки, вот вам нравится, у вас дома, может быть, у кого-то есть рыбки черные, черные показывают, и красные, черные и красные. Поэтому лето, как оно на вас влияет, у вас вот краски желание активного отдыха, давайте так скажу. Здесь нету каких-то пеших прогулок, нет, здесь вот все, что я озвучила ранее. И причем вы летаете на самолете. Здесь вы не путешествуете на корабле, а именно полет на самолете. Так, как на вас влияет осень? Королева педаклей, осень. Здесь у меня такое ощущение, что осенью вы начинаете закручивать какие-то фруктовые щитом, не знаю, что-то занимаются. Компоты делать, варенье варить. Вот здесь какие-то, да, какое-то домашнее такое хозяйство у меня идет осенью. Кто-то, если занимается разведением, там, я не знаю, собак, каких-то животных, да, вот осенью идет какой-то приплод, и вы заботитесь о нем. Осенью кто-то идет здесь, знаете, начинает вспоминать о своем как раз-таки здоровье, так вот, этот, чек-ин, ну, проверка, там, сдача анализов, заботитесь о своем теле. Что еще осенью? Осенью вы ходите по грибы, ходите в лес, по грибы, шишки собирает, кто-то делает гербарий, да, какой-то вот, я не знаю, сушит, сушит цветы. Ну, если вы занимаетесь там свечами, вот, что-то сушите на зиму, ягоды какие-то, вот, что-то такое, вот, яблоки, почему мне идут яблоки, я не могу понять, причем красные, и вот зеленые, такие вот маленькие, небольшие яблоки, яблонь, у кого-то яблоня, что ли, либо вам нравится ходить с яблоками, пироги печете яблочные, вот осенью, что-то, что связано с урожаем, урожаем, мне почему-то здесь деревню показывают, я не знаю, на сеновале кто-то любит лежать, вот просто лежать, а кто-то хлопок собирает, интересно вообще, где яблоки, где хлопок, вообще поле здесь такое, очень интересное, что осенью, люди ставят себе цели, цели разрушить, знаете, как-то свое убеждение, принимаете решение, да, быть как-то вот в гармонии, в балансе с собой, да, как-то вот я буду больше себя любить, больше буду ухаживать, как-то сменю окружение, здесь осенью у вас появляется желание, там кто-то с кем-то общается, с какими-то родственниками, кто-то наоборот говорит, нет, я не хочу с ними общаться, у кого какие-то здесь смена идеалов идет, ну вот, что-что помогает осенью, у вас такое, знаете, вот желание помириться с собой, полюбить себя, быть в гармонии, это внутреннее такое состояние, знаете, приятное, очень приятное, очень теплое, с ароматами, боже, как прелесть, кто тут печет, присылайте, да, здесь какие-то вот пироги, кто-то печет пироги, сладкие пироги, гармония, да, гармония, здесь у вас желание, вот вы осенью именно принимаете решение, я буду жить так, как я хочу, вот по своему желанию, да, по щучьему желанию, по щучьему велению, да, вот здесь вот по-своему, и теперь я буду жить так, как я хочу, вот какая-то уверенность, подъем, подъем, у вас прям энергия, здорово, такие вот очень плодотворные, здесь очень много улыбок, радости, каких-то вот бесед, там, за костром, вечером, с гитарой, прям на подъеме, хорошая, хорошая такая энергия, здесь не про работу, а вот больше про общее состояние, такое, приятное, ну, вам нравится, так, зима, насколько она на вас влияет, зимой вы решаетесь, чему-то либо научиться, либо начинаете что-то пробовать, из того, что вы уже знали, из того, что вы, чему уже научились, здесь зимой вы встаете, когда-то как-то на новую тропу, чему вы обучаетесь, ну, здесь вы, у вас акцент идет на работу, да, на свое мастерство, может быть, кто-то здесь, наставника в себе находят, именно зимой, акцент на это, да, да, вот зимой у вас появляется желание стать таким, знаете, независимым человеком, прорабатывать свою какую-то жертвенность, да, здесь, какая-то вот у вас уверенность появляется, именно в профессиональной сфере, да, вот я хочу вот это вот достичь, я буду это пробовать, даже, невзирая на, какие-то неуспешные попытки, да, вы, ну, не огорчаетесь, вы как-то вот продолжаете пробовать, пробовать, то есть, вот здесь жертва, она такая хорошая, да, по 12 аркану повешенному, здесь ощущение того, что жертва вам идет во благо, то есть, что-то не получается, но вы из этого, вы делаете какой-то вывод для себя, да, получаете необходимый опыт, то есть, чем больше какого-то негатива, да, в контексте, ну, не то, что негатива, а неудач, вас это как вот, как-то подзадоривает, да, чем больше у меня не получится, тем больше я хочу пробовать, продолжать это делать, какие-то конфликты, ссоры, они вам идут во благо, есть люди, которые огорчаются, у них руки опускаются, а у вас это, знаете, как будто появляется желание, нет, я тебе докажу, и себе докажу, что я смогу, и мне наплевать на твое мнение, я сделаю так, как я хочу, у меня получится, то есть, вот, знаете, какие-то такие моменты, аффирмации, достаточно позитивный настрой, вот, в профессиональной сфере я сказала, что вы обучаетесь, да, вы как будто бы учитесь, здесь это связано с вашими желаниями, да, как-то примирить свои желания, возможно, то, что я сказала, да, у вас где-то что-то не получается, но вы стараетесь быть в гармонии, то есть удержать вот это состояние, что у вас было осенью, да, гармоничное, в мире с самим собой, да, в принятии своих каких-то негативных моментов, установок может быть, да, то есть здесь, вот прям зимой борец-борец, борец за справедливость, с самим собой, да, я добьюсь, я получаю, вот как-то молодцы, вот прям молодцы, так, весна, весна как на вас действует, ну, вот аркан силы, то, что у нас выпадал в самом начале, весна придает вам силы, весна придает вам какой-то такой активности, с чем связаны силы, силы связаны с тем, что весной у вас происходят какие-то кризисы, утраты, да, весной вы занимаетесь поиском себя, поиском себя, понимания, вот, знаете, каких-то духовностей, да, каких-то сценариев, что и как, где, где, как будто бы анализ делаете, тех моментов, скорее всего, что у вас зимой не получается, и весной вы, весна у вас это сложный, всегда период, период того, что учитесь взаимодействовать, как вам правильно взаимодействовать с людьми, вообще с миром, вот, и если происходят у вас в жизни какие-то уроки, они, как правило, весной, утрат, каких-то кризисов, где вы понимаете, что кто-то вами пользуется, где-то, может быть, вы вкладываетесь не в то, что вам нужно, именно весной у вас как будто бы появляются учителя в плане разных людей, которые, может быть, на вас не похожи, именно весной происходят какие-то встречи с людьми, которые отличаются от вас, да, и вот здесь какая-то весной идет какая-то разница, какая-то разношерстность, знакомство, если у вас появляются, то это люди как будто бы, ну, я не знаю, другого менталитета, других взглядов, внешне выглядят от вас по-разному, и вот эти вот люди, они для вас являются учителями, именно весной вы приобретаете через вот эти вот уроки, да, свою внутреннюю силу, становитесь, высвобождаете от каких-то связей, может быть, да, и становитесь более сильнее, да, выпадает аркан шута, то есть весной у вас идет обновление, вы получаете, знаете, как, с одной стороны, ну, неприятные эти уроки, но вы в них, как бы так сказать, не то, что не погружаетесь, вы видите больше плюсов в этих уроках, нежели минусов, то есть у вас есть такое ощущение, что по тройке у меня идет, вот прям люди, позитивы-позитивы, и аркан шута здесь говорит о том, что у вас появляется, отсутствует скорее всего страх, да, вот какое-то вот бесстрашие появляется, то есть вы прорабатываете какой-то урок, и у вас прям, знаете, как-то вот начинает вас, ну, прет, фонтанирует через вас, это сила, энергия для того, чтобы вы пошли летом, да, туда, куда мы говорили, то есть здесь как будто бы обновление энергии идет через то, что оставляете старое позади, что-то разрываетесь, да, 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 циклы, вот ваш цикл завершается всегда весной, любые циклы завершаются весной, это ощущение того, что год у вас начинается с весны, именно циклы здесь большие завершаются, какая-то вот именно работа в плане духовности у вас идет весной, так, такой расклад у меня был и для вас, троечки жду вашей обратной связи, как я уже говорила по предыдущим позициям, этот расклад, я не знаю, одно, одно предполагаю, как говорится, а высшие силы меня ведут туда, куда хотят, вот, и расклад получается таким, каким получается, в поле считываю информацию, иногда даже не то, что планировала для себя, я хочу поблагодарить за идею этого расклада автора, я не буду называть имя, почему, потому что ник автора на английском, почему-то звучит как ругательство, может быть, я и ошибаюсь, поэтому ничего произносить не буду, чтобы не ошибиться, но в любом случае, благодарю автора за такую прекрасную идею, я с вами прощаюсь до пятницы, пятницу будет обычный расклад, не философский, потому что теперь философские расклады будут доступны только для спонсоров, если вам интересны такие расклады, которые я ранее делала по пятницам, то подписывайтесь на второй уровень спонсорства, и по пятницам, две пятницы в месяц, я буду делать такие философские расклады, но они будут доступны только для спонсоров, А я с вами прощаюсь, пока-пока!